Уважаемые дамы и господа, турнир Экстра Раунд 6 в Екатеринбурге Организован при поддержке губернатора Свердловской области Куйбышева Евгения Владимировича Организатор РМК Боксинг Промоушенс Партнеры турнира Уральский банк реконструкции и развития, а также строительная компания Премьер Представляю вам главный бой нашего турнира! Восьмираундовый поединок в суперполулегком весе до 59 килограмм Встречает и в синий угол ринга боец из города Меделин, Колумбия Дэвис Перрис! Ну что ж, дорогие друзья, наступает главное событие сегодняшней программы Дэвис Перрис против Акжола Суламанбек Улу И Дэвис Перрис, вот на ваших экранах колумбийский профессионал движется первым в ринг Под группу Rage Against the Machine он это делает, ему 32 года Очень опытный, 34 победы, 24 нокаута, 17 поражений, 11 досрочных Четыре ничьих на его счету профессионал Акжол Суламанбек Улу Ну а теперь Акжол Суламанбек Улу Боец родом из Бишкека, точнее, прошу прощения, из Баткена, Кыргызстан Ныне резидент Екатеринбурга, рост 168 сантиметров, 27 лет, на 5 лет моложе он колумбийца Проспект, 0 поражений, целых 9 побед, причем 4 из них нокаутом Быстрый, перспективный, хлесткий парень Профессиональный дебют случился у Акжола в августе 16-го года, тогда он победил нокаутом В 2017 году, в прошлом, провел целых 5 поединков Целых 5 поединков, причем побеждал, например, Денис Алашина, очень неуступщего парня 10 февраля все в этом убедились Слушаем представление сапер Семного боя из города Меделин, Колумбия Ему 32 года Рост 165 сантиметров Вес на взвешивании 60 килограммов Профессиональный рекорд 55 боев 34 победы, 24 нокаутом 17 поражений, 4 ничьи Соискатель титула чемпиона WBO Latino Дэви Сперис Его соперник в красном углу Боец из города Екатеринбург, Россия Ему 27 лет Рост 168 сантиметров Вес 59 килограмм 700 граммов Профессиональный рекорд 9 боев 9 побед, 4 нокаута Незнающий поражений чемпион WBC Азия Континенталь Акшал Сулайман Пек Рефери Ираклий Малозонья. Первый раунд, только что вы видели послужные списки бойцов, но Перес гораздо опытнее, но с другой стороны, он не природный представитель, так скажем, первого легкого веса, боксировал он, в общем-то, начинал свою карьеру, даже выступал в легчайшем и первом легчайшем весе. То есть он постепенно поднимался по весовым категориям. Поднимался по весовым категориям, совершенно верно. Ну и видно, что так поатлетичнее выглядит даже Акжол Суламбеку Уулу, начал он поджимать потихонечку своего соперника. Достаточно длинная дистанция этого поединка, 8 раундов по 3 минуты запланировано. Ну, для Переса это, естественно, уже не диковинка, он боксировал и по 10, и по 12. Он чемпион Колумбии, кстати, в первом полусреднем весе, самое что интересно. Ну, Джорнимен, он и есть Джорнимен, доля Джорнимена, в общем-то, гулять по весам, я скажу. То есть не боксируют они постоянно в одном и том же весе. Вот так вот. Если надо, спуститься вниз. Если надо, наоборот, подниматься. Продолжает обрабатывать потихонечку корпус своего соперника Суламбек. Акжол предыдущий поединок очень-очень хорошо провел против опытного Андрея Исаева. Суламбек выиграл, ну, на самом деле, в одностороннем порядке, очень-очень комфортно. Да, можно сказать, что Андрей Исаев уже не тот, уже, может быть, где-то не торт, 37 лет. Но это, так сказать, не проблема Акжола. Он показал то, что умеет. А умеет он, в принципе, многое. Слева попадает Суламбек. У нас снова левша, кстати, в ринге. Да, снова противостояние левши против правши. Ну, забрал центр ринга, контролирует в первом раунде ситуацию Суламбеку Улу. Но нужно быть ему аккуратным. Иногда опасно хлещат эти боковые колумбиецы. И не забудем, у него на 34 победы целых 24 нокаута. Единственное, что три своих предыдущих поединка проиграл Дэвис Перес. Но, с другой стороны, почему бы не начать год с победы? Хороший вариант. Вот он ездил, он выступал не только у себя на родине, в Колумбии. Ездил в Бразилию, Мексику, Германию, в Никарагуа. Опасно сейчас проатаковал с дальней руки. Перес. Первый раунд позади. Ну, вот специализация Дэвиса Переса после того, как он нахватал поражение, это встреча, проверка на профпригодность проспектов в различной степени талантливости. Вот среди соперников Переса, там, за последние несколько лет можно выделить, например, такого очень интересного парня из Мексики, Эдуарда Эрнандеса, который также выступает в первом легком весе. Я думаю, что через какое-то время вы про Эрнандеса еще услышите. То есть это боксер, ну, который, так скажем, уже начинает потихонечку дышать в спину Мигелю Берчельту, например, чемпиона мира по версии WBC. Первом в легком весе. Вот так вот. Так что уровень оппозиции был у Дэвиса Переса неплохой. Для Акжола, конечно, противостояние с опытным, искушенным соперником. Это определенная проверка. Да, и дуэта полезна просто. Был Андрей Исаев. Вот теперь Дэвис Перес. Ну, да, промахнуться колумбийцу Фламанбеку Улу. И, смотрите, слева точно достает Дэвиса Переса. Да, по Пересу даже видно, что, ну, неприродный он представитель первого легкого веса. Да, есть, при возможности, мне кажется, при желании, мог бы немножко согнать даже вес Дэвис Перес. Здесь потерял равновесие Акжол. Согнать, причем так, ну, порядочно. Да хотя бы первого полулегкого. Снова продолжает чередовать атаки с головы на корпус Акжол. Легко, постоянно, кстати, у него он проходит на удобную дистанцию. И мы видим, да, что практически не встречает АВПРС. Сейчас, видимо, ждет момента, когда сможет поймать на противоходе, навстречу, вот в этих паузах между атаками Сулейман Бекулу. А вот как сейчас, кстати, справа опасно попадает Дэвис. Ну, и Акжол действительно нужно, наверное, где-то поспокойнее работать. И не забывать возвращать на место руки после удара, на место перчатки. Перес показывает, что все в порядке. Сейчас восстановится. Там был удар ниже в атерлинии, думаю, не специально. Вот на месте, кстати, здесь локоть у Акжола. Стал он держать левую руку у челюсти. И продолжает, продолжает работать первым номером. Вот все правильно, кстати. Молодец Акжол, потому что там опасно справа бил навстречу Дэвис Перес. Очень аккуратно пока работает Акжол. Попадает слева еще раз. Акжол, а вот здесь хорошо воткнул справа и так подзастоялся чуть-чуть Перес и нахапал. Особенно вот этот левый боковой. Хорошая атака от Акжола, да. Крюк по корпусу и апперкот. Перес откровенно позволяет себя бить в надежде на то, что сможет где-то поймать на удар Акжола. Но Акжол пока все очень грамотно делает. Подсказывают Сулайманбеку Улулу, чтобы больше работал по туловищу. Ну, Акжола дважды просить не надо. В этом плане молодец. Он по корпусу отгружает во втором раунде. Очень даже неплохо. Заканчивается раунд. Вот опасно чуть-чуть подзастоялся Сулайманбеку Улу и хапнул два апперкота. Хорошая двойка под конец раунда. Адакжола достаточно насыщенный второй раунд. Ждем третий из восьми запланированных. Мы видим Андрей на польских углу у Акжола Сулайманбеку Улу. Ну и лучший кэтмен России. Ну и вообще, наверное, галактики Дмитрий Лушников. Да, очень сильный угол у Акжола Сулаймека Улулу. А вот здесь, да, видно, что чуть-чуть подзаигрался и пропустил навстречу. А вот здесь на месте была рука у кыргызстанского бойца. И вот очень зрячо по корпусу отработал Улу. Здесь видно на повторах. А вот те два апперкота, которые он пропустил, чуть-чуть подзаигравшись. В серо-красных трусах у нас Дэвис Перес. В черных трусах с желтыми полосами и с флагом Кыргызстана Акжол Сулайманбеку Улу. Эсмераундовый поединок в рамках первого легкого веса рисовая категория до 59 килограммов. Хорошо снова продолжает обрабатывать своего соперника передней рукой Акжол. Много обманных действий. Маскирует он свои атаки, мы видим, идет вперед. Ну и так он работает именно на тоннаж, на серийность. И методично пока забивает. И смотрите, перестал на какое-то время Сулайманбеку Улу сваливаться в инсайт. И где-то так он уходит корпусом и тут же бьет после ухода. Да, больше, хорошее попадание. А вот здесь нужно дорабатывать, но аккуратно. Колумбийц по-прежнему опасен. Все равно он не выбрасывает свой правый навстречу. Когда крюк, когда кросс. Но очень-очень так выверет. Вот хорошо, да. По печени. И тут же. Левый, еще один левый. Да, и двойка достигла цели. Сейчас Акжола. Благо, что соперник дает это делать. Вот вспомнил внезапно Перес про джеб. В третьем раунде. Здесь ушел от лево-бокового. Мне кажется, нужно опять переключаться Акжоу на корпус. Что он, в принципе, и сделал сейчас. Правильно. Ну, на мой взгляд, у Дэвиса шанс выиграть только если он попадет точно и внезапно и разово. Так, чтобы упал Акжол. Но предпосылок пока нет. Вроде бы ничего не предвещает. Снова раздергивает дистанции своего соперника Акжол. Много работы передней рукой. Но вот возня на ближний Акжол не нужна. У него хорошо получается с дальней, там, иногда со средней. Попытался огрызнуться Перес. Но, тем не менее, пока тоннаж пропущенных ударов, их уже было немало, на колумбийцам не сказывается. Здесь Мажо так жил. Попытался его Перес за это наказать под конец раунда. Ждем четвертую трехминутку. На мой взгляд, пока все очень неплохо складывается для кыргызстанского бойца. Посмотрим, как будет дальше. А Перес, похоже, уже подустал. Суть, да, выглядит утомленным он в данный момент. Но, я думаю, удары по корпусу и по печени, в частности, даром не прошли для Дэвиса. Ждем четвертый раунд. Вашему вниманию повторы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну что ж, угол колумбийского бойца отказался от продолжения поединка. Дэвиса Переса снимают. Он, естественно, не спорит. Но еще раз, друзья, здоровье боксера превыше всего. Видимо, тот тоннаж ударов, который пропустил Перес за три раунда. Особенно по корпусу. Да, мы видим, в каком состоянии находится Дэвис. Перес сказался и у нас технический нокаут. Акжоловну поздравляем. Молодец. Да, поздравляем его и всю его команду. Пятая досрочная победа и десятая подряд при отсутствии поражения. Перес проигрывает восемнадцатый раз и двенадцатый раз досрочно. Можно пожелать только скорейшего восстановления этому бойцу. Да, мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Да, Акжол так очень спокойно это все победу воспринимает. Да, мы не видим там супербурной радости какой-то. В принципе, какого-то такого очень уж противостояния не было. Я думаю, доминировал на протяжении всех трех раундов Акжол. Ну, по сути, да. А бой-то был в одну сторону. Достаточно такой односторонний. В одностороннем поединке, особенно третий раунд. Такой процедурный бой для Акжола. Он изначально был фаворитом в этом поединке. Просто стоял вопрос, как? Хотя не сказать, да, что Перес вышел прям там ту губа за чеком. Он старался что-то сделать. Но просто вообще абсолютно ничего у него не получалось. И те удары по туловищу, которые он много пропустил, большое количество ударов в третьем раунде привели его и его команду в остановке боя. Как Акжола читаем, мы видим, очень спокойно Акжол радуется победе. Уважаемые дамы и господа, ввиду отказа от продолжения боя соперника, победу техническим нокаутом одерживает по-прежнему непобежденный Акжол Сулаймбек Улулу. Да, победу в этом поединке одерживает Акжол Сулаймбек Улулу. Поздравляем еще раз Акжолу, уважение его сопернику Дэвису Пересу. Ну что ж, вот так вот у нас закончился главный поединок вечера.